Так, какие у нас еще вопросы? О, вопросов нет вопросов, у матросов нет правли. Так, какие у нас последствия стеснения в сексуальной жизни? Предположим, девушке повезло, несмотря ее жирное тело, кривые ноги, развесистые, несимметричные груди. Прыщавый лоб и рюшечки вместо малых половых губ нашелся героический мужчина, который таки взял ее в жены. Представляете? При этом врет каждый день, что он ее хочет. Прямо со своим членом наперевес по квартире бегает и говорит, Муся, давай, да давай, представляете, вот люди, насколько врать способны. Пристает прям к ней непотребно. То, говорит, давай здесь полежу, то, говорит, давай там пальцем поковыряю. А еще как-то сказал, давай, говорит, тебе глаза завяжу. А я со своим жирным телом и развесистыми грудями буду лежать и мучиться, что он сейчас за мной наблюдает и оценивает, какая я жирная и некрасивая. Причем вопрос не встает, да, кого он рожна, с тобой живет столько лет. Еще бегает с тобой, за тобой, говорит, давай сексом заниматься. Нет, она такой вопрос как бы не задает, да, и ей в голову не приходит, что раз он со мной регулярно спит и меня хочет, значит, наверное, ему плевать на мои развесистые груди и на мой жир, да. Значит, его это устраивает, он это выбирает, да. Или вы думаете, что вы когда дома ходите в таких тапочках с этими, с пуховочками, вот, и в таком специальном халатике, вот, когда мимо мужа проходит, обязательно втягивайте живот. И все эти годы он благодаря этим ухищрениям не замечает, какая вы, да, он такой тупой и глухой и слепой, он не понимает, на ком женат. Все равно хочет. О, ведь какой мужик, ничем его эрекцию не убьешь, никаким жиром заврался гад.